Я хренею с некоторых вот комментариев, я редко ругаюсь, но иногда меня доводят. Вы, блядь, где увидели удава, во-первых? Сейчас начнутся оправдания, я не должна знать, что не должен, я не знаю, какого повода же. Я не в курсе, кто это такой, мне пофиг, но вот очень похожий, бляха-муха, на удава. Ага, очень, блядь, как запорожец, сука, похож на Мерседес. Так, питон королевский похож на удава, вот реально, очень похожий, вопросов нет. Ладно, с этим вопросом проехали. Допустим, если вы пишете что-то в ТикТоке, я подозреваю, что интернет у вас есть. И если своих знаний не хватает, я вам там написала, но решила еще и рассказать, малеха. Ну блин, ну самообразованием займитесь, так стыдно за народ, который блистает своей тупостью, а потом обижается, когда им отвечают в лоб, ну просто, я не знаю же, как это комментировать. Почитайте, посмотрите, кто такой королевский питон. Просто, что это за вид животного? Какого размера он вырастает? В среднем метр двадцать, у меня Оливия длиннее. Если очень повезет, может быть, он наберет 900 грамм весом. Я что, 10 сантиметров роста, являюсь крысой, чтобы он меня сожрал, когда ты на меня посматривал? Блин, ну не тупите, люди, ну, блядь, мне за вас обидно, честно, что вы такие ограниченные. Чтобы не получать вот такие ответы, которые вас будут обижать, прямо тою моею. Не надо тупить, ну займитесь реально, вот почитайте хоть немножко. Видите мою руку? Видите размер головы змеи? Каким, блядь, местом она меня съест? Не говоря о том, что королевского питона хрен накормишь, потому что если он питается, допустим, заморозкой крыс, а они едят только грызунов, хоть в природе, хоть в неволе, и другого не съест, никакую собачку, кошечку он не съест никогда, даже если вам очень захочется. Вот грубо говоря, если вы попытаетесь перевести его с заморозки крыс на другую питание, он может отказаться и не есть до полугода, потому что у них проблемы такие. Вот он ест только то, что привык. И изменить его, как бы, кормовой объект довольно сложно. Это не говоря о том, что он содержится в контейнере, он не путешествует по квартире, по дому, так сказать. То есть собак он видит, когда его достало погулять, отсидел в фотосессию, отлежал, не шевелясь, и пошел обратно. Он их боится, он сворачивается в шар, когда он чего-то стесняется. Это особенность данного вида змей. Исходя из вашего комментария, я так полагаю, вы считаете, что змея путешествует по дому, где хочет, живет, как кошечка или собачка, да, так получается? А ни хрена вы не угадали. Он сидит в контейнере, надо, достало, потом закрыло. Без присмотра такой питомец не оставляется, потому что его могут повредить собаки и кошки. Кошка вообще его сожрать может, начнем с этого. Он-то им ничего не сделает, а вот его сожрать могут на ура. Даже если вам неимоверно сильно захочется, он собаку никогда не съест. Соответственно, не досчитаться своих питомцев. У меня, кстати, 18 собак, 5 кошек, 4 змеи, 9 ублефаров, 2 взрослых птицееда, там Машенька и Стриклер, Васядора Парахибана и 324 малыша, не считая херовой тучи тараканов кормовых, мадагаскарских и архимандритов. Ну, он там на заднем плане. Мышки у меня, крыски, хомячки еще. А зачем заводить? Блин, у вас забыла спросить, вот честно. Просто забыла у вас спросить. Грубо? Ну, честно. Размер головы змеи на фоне моей руки. Это что вы такое смотрели? Или что вы такое курите, что данная змея может по-вашему сожрать человека? Ну, блин, прекращайте, завязывайте. Вам это вредит очень сильно. Я говорю, не надо отсутствия знаний компенсировать извращенной фантазией. Я, конечно, люблю фантастику, сама пишу такие книги, но, блин, не до такой же степени извращения-то. Если смотрите на ютубе или еще где-то фейки всякие, так учитесь говно от шоколадки отличать. У кого есть знания, хоть какие-то на говно никогда не поведется. Поэтому, ну, блин, не позорьте народонаселение планеты Земля своими вот такими вот лозунгами, что он будет посматривать на меня и меня сожрет. Ну, ну, удачи с моими 85 килограммами и его 800 граммами. Ведь очень интересно это посмотреть. Так что, ответила как могла, не нравится грубость, ну, блин, займитесь еще раз самообразованием, не пишите ерунду и не будет вам ответа вот так вот в лоб. Как-то так.